МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эх, ничто так не бодрит летом, как ожидание хорошего отдыха у реки, озера или моря с друзьями под шашлычок. От невыносимой жары поскорее хочется нырнуть в воду, выпить чего-нибудь холодненького. Ну а чтобы поездка к водоему не прошла даром, покататься на лодке или катере. Эмоции порой так зашкаливают, что люди попросту нарушают всемыслимые и немыслимые нормы поведения во время водного отдыха. И вполне логично, что в итоге это приводит к трагическому исходу. В сегодняшнем выпуске программы «Спасая жизни» мы будем говорить о правилах безопасности на воде. Смотрите прямо сейчас. Главные виновники трагедии – алкоголь и беспечность. Основными причинами происшествий в купальный сезон остаются купания в необорудованных местах, алкогольное опьянение. Что должны знать дети, отправляясь к воде? Советы по правилам безопасности на воде для подростков. В купальный сезон ДЧС регистрирует десятки чрезвычайных ситуаций на воде. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности ситуация порой складывается критическая. К сожалению, люди не хотят помнить о том, что открытые водоемы представляют собой источник повышенной опасности, если игнорировать правила поведения на воде. Ежедневно по берегам Алаколя проводятся профилактические работы патрулирования берегов для того, чтобы максимально обезопасить отдых туристов, чтобы максимально предохранить их от гибели на воде или несчастных случаев. Для этого специально выделяются смены спасателей, которые занимаются ежедневно профилактической еще раз работой. Проводится патрулирование берегов на воде, выставлены буи, чтобы люди знали, куда можно заплывать, куда нельзя. Просим граждан, которые будут приезжать на отдых, находиться на воде, соблюдать простые элементарные правила поведения на воде. В ауле Акчи служит 13 человек. Из них одна медсестра, а остальные 12 – водолазы-спасатели. На текущий момент, ввиду начала купального сезона, нам из города Талдыкурган в помощь были направлены спасатели пожарной техникой. Из года в год, из-за увеличения потока граждан, желающих посетить Алаколь, в помощь направляются все больше таких специалистов. В связи с этим, на 26 июля был запланирован рейд, направленный на сохранение безопасности отдыхающих. Главная цель нашего здесь – пребывание, сохранение безопасности и проведение каждодневных патрульных работ. Главные причины чрезвычайных ситуаций на воде – купание в необорудованных местах, алкогольное опьянение, нарушение правил поведения, переоценка сил, отсутствие присмотра за детьми. ДЧС Алматинской области регулярно осуществляет работу по информированию населения об основных правилах поведения на воде. Прежде всего, не купаться в нетрезвом состоянии, следовать принятым нормам, в том числе выбирать только разрешенные места для купания. В настоящее время в области оборудован 61 пляж и продолжается дальнейшая работа по облагораживанию новых зон. Основными причинами происшествий в купальный сезон остаются купания в необорудованных местах, алкогольное опьянение, человеческая самонадеянность, когда люди переоценят свои силы и заплывают слишком далеко или ныряют с малоизученных обрывов, потеря бдительности и безответственное отношение родителей во время отдыха с детьми. Департаментом на постоянной основе проводится работа по профилактике безопасности на воде и вблизи водоемов. Например, за прошлый год департаментом розданы более 70 тысяч листовок с правилами безопасности на воде. Вместе с этим в купальный сезон прошлого года спасательными департаментами по честь Алматинской области на водоемах области спасено 62 человека. Но, к сожалению, ежегодно регистрируются и факты гибели людей на воде. В прошлом купальном сезоне 2020 года на территории области утонуло 36 человек, 14 из них несовершеннолетних детей. Большинство случаев гибели людей на воде произошли по причине купания в необорудованных местах. В Алматинской области насчитывается порядка 230 участков, запрещенных для купания. Во время пляжного отдыха запрещено заплывать за буйки, заходить в воду резко, даже если вы бывали в этом месте недавно, находиться в воде более 20 минут. Часто бывает так, что родители не контролируют нахождение в воде детей. И те выходят уже в судорожном состоянии. Это крайне опасно, и доводить до такого нельзя. Но почему-то немногих родителей это заботит. Также не следует купаться раньше, чем через полтора часа после еды. Как известно, это может вызвать спазмы и колики в животе. В интересах собственной безопасности крайне не рекомендуется отправляться на купание и в темное время суток. Также, выбирая водоем, рекомендуется обращать внимание на запрещающие знаки и таблички, расположенные возле водоемов. Основные правила поведения на воде. Запрещено купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за буйки, купаться сразу после еды, заходить в воду в темное время суток, находиться в воде более 20 минут, оставлять детей без присмотра, купаться на необорудованных пляжах. Правила безопасности на воде едины как для детей, так и для взрослых. При этом задача родителей – научить ребенка избегать опасности и тогда, когда взрослого нет рядом. Дети, и особенно подростки, во время летних каникул любят отправляться на водоемы самостоятельно. Прежде чем позволить ребенку отправиться купаться или играть возле водоема, проведите подробную инструкцию. В летнее время не стоит играть в тех местах, где можно упасть в воду. Не нырять в незнакомые места, в воде может оказаться стекло, коряга или камень. Не использовать самодельные плоты, не заплывать далеко от берега, в том числе на баллонах и надувных матрасах. Не купаться в местах с илестым дном. Не идти против сильного течения. Необходимо плыть по течению, стараясь приблизиться к берегу. Родители, не забывайте, что ответственность за безопасность ваших детей несете вы. Чтобы предотвратить беду, чаще проводите беседы со своим ребенком о правилах поведения на воде и показывайте правильный пример. Далее в программе. Почему не всегда можно определить тонущего человека? Не часто встречаются случаи, когда человек кричит, тонет и зовет на помощь. Воскрешаем жертву. Как оказать экстренную помощь пострадавшему? Советы взрослым и детям. Сразу зовете на помощь. Если рядом люди есть, просите звонить в скорую помощь. Многие ли из нас, отправляясь купаться или просто посидеть у воды, на природе задумывались, а смогу ли я оказать первую помощь, если кто-то рядом начнет тонуть? По негласному правилу, базовыми навыками оказания первой помощи должен владеть каждый взрослый. Но в действительности это совсем не так. Более того, многие могут даже не подозревать, что находящийся рядом с вами в воде человек тонет. Громкие крики о помощи, активное бултыхание, размахивание руками. Обычно так представляют утопающих в фильмах и сериалах. На деле же все совсем иначе. Спасатели специально обучают, по каким признакам распознать тонущего человека, чтобы не упустить момент и вовремя вытащить его из воды, дабы предотвратить трагедию. На моей практике были случаи, когда тонули люди, а их близкие даже не догадывались об этом, что с ними происходит. Если вы заметили, когда человек тонет, вам на первый взгляд покажут, что он дурачится. Он будет уходить под воду, опять выходить из воды, махать руками. Не часто встречаются случаи, когда человек кричит, тонет и зовет на помощь. Если вы оказались в такой ситуации, просим быть бдительными, оказывать всегда помощь. Если у вас нету сил, позовите на помощь спасателей, которые постоянно находятся на берегу. Ежедневно по всем водоемам Алматинской области проводится патрулирование силами спасателей. Если вы стали свидетелем той или иной ситуации, просим вас позвонить в службу спасения 112. Уважаемые отдыхающие, будьте осторожны на воде. Далеко не заплываем. Следите за детьми, соблюдайте мир передоосторожностями. Признаки тонущего человека. Человек попеременно уходит под воду и поднимается. Рот находится у самой поверхности воды. Голова может быть откинута, а рот открыт. Держится в вертикальном положении, не двигая ногами. Частое и поверхностное дыхание, безуспешные попытки плыть в определенном направлении, раскинутые в стороны руки, попытки перевернуться на спину. Помните, паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Первая помощь должна быть оказана максимально быстро. Будьте внимательны к окружающим на воде. Также запрещено заплывать за бойки, заходить в воду резко, даже если вы бывали в этом месте недавно, находиться в воде более 20 минут. Часто бывает так, что родители не контролируют нахождение в воде детей, и те выходят уже в судорожном состоянии. Это крайне опасно, и доводить до такого нельзя. Но почему-то немногих родителей это заботит. Также не следует купаться раньше, чем через полтора часа после еды. Как известно, это может вызвать спазмы и боли в животе. В интересах собственной безопасности крайне не рекомендуется отправляться на купание в темное время суток. Основная ошибка, которую совершают люди в попытке помочь утопающему, подплыть к нему спереди. Тонущий может вцепиться в спасателя и инстинктивно начать топить и его. Поэтому нужно действовать так, чтобы и спасти человека, и не пострадать самому. Глаза открываете, если зрачок реагирует, значит, у человека произошла клиническая смерть. Его можно привести в чувство в течение 6-7 минут. Часто ситуации бывают, когда человек тонет, человек, который хочет его спасти, подплывает, бывает оба тон. Потому что кто тонет, у него паника, он пытается хоть каким-то образом быть выше, чтобы глотнуть воздуха. Первое, что необходимо, подплыть к тонущему человеку сзади. Сначала на расстоянии, потихоньку попытаться его успокоить. Сзади подплываете, этой рукой отплываете. Его надо в первую очередь успокоить. Потом, когда человека на берег вытащили, сразу зовете на помощь. Если рядом люди есть, просите звонить в скорую помощь. И в первую очередь надо у человека воду откачать. На колено, на колено ложить. И по спине бьете. Можно посильнее, чтобы вода вся из легких вышла. После того, как вода вышла, если человек без сознания, ложите его на землю и проверяйте пульс, проверяйте зрачки и проверяйте дыхание. Потом делаем искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Если сам задышал, переворачивайте на бок. Да, вот так, на левый бок. И дождайте скорой помощи. Ему надо все равно помощь оказать первую медицинскую. Был уточнен опасный участок пляжа. И сегодня проводятся работы специализированной техникой для обрушения части скалы. Теперь никакой опасности на берегу озера не наблюдается. На данный момент осуществляется работа по укреплению берега. В связи с началом сезона все опасные места разламываются спецтехникой и ничего не повредит безопасному началу купального сезона. Добрый день. Мы отдыхаем сейчас на Алаколе. Мы очень много слышали про полезные свойства воды и грязи в том числе. Вот. Приехали сюда в первый раз и должны отметить отличную работу спасателей на берегу, потому что нам ежедневно раздают листовки, на которых написана вся подробная информация, как, предположим, мнение, умеющие плавать, обезопасить себя по максимальной возможности. Алаколь – прекрасное место. Приходите, ваш отдых точно пройдет в безопасности. Да, отдых у реки или озера можно испортить вовсе не из-за плохой компании, погоды или забытой еды. Главная проблема – это пренебрежение правилами безопасности на воде или вовсе полный отказ от них. В конце концов, что важнее – жизнь или сиюминутное удовольствие с трагическим финалом? Каждый выбирает для себя сам. Берегите себя и своих близких. С вами была программа «Спасая жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова